Выражение «затянуть узел» или «развязать узел» для жителей городов давно стало нарицательным. А ведь когда-то умение обращаться с веревками разной толщины и длины было необходимой частью сельского быта и крестьянского труда. Алексей Михалин из Кадыма перенял это искусство от деда. В музей русской избы села Кочемирова он привез необычную выставку, связанные им узлы разных видов. Предназначения у них разные – для привязи скота, лодок, инструментов или выполнения хозяйственных работ. Любое крестьянское дело не обходилось без веревок, без шпагатов, без каких-то канатов. Дед мой и отец мой запросто с этим общались. То есть это была необходимость такая же, как, допустим, уметь ботинки шнуровать, одевать сапоги, портянки наматывать. Кадымцы с интересом рассматривают выставку. Не так просто повторить ловкие движения Алексея. Сколько не пытаются желающие, ничего не выходит. Алексей Михайлин показывает, как в старину привязывали домашний скот, применяя калмыцкий узел. Любое животное привязывается за шею, и она уже никогда не удушится, не затянется, и этот узел никогда не развяжется. Лошадь, допустим, весь день стоит под дождем, веревка, конечно, более толстая, чем эта, раз в два, может быть, толще, чтобы не обрывалась. Приходишь ее, как бы она затянута, очень легко. Вот скидываешь большим пальцем вот эту штуку, и все, узел развязан. Вот чем прекрасен этот узел. Все. Узлом простая копылка хорошо связывать метлу или несколько палок. Встречной восьмеркой сращивали веревки разной толщины. Вот такой, визу, встречная восьмерка. Очень прочная, никогда не развяжется. И потом его будет тоже развязать достаточно просто. Скидываешь вот эти штуки, и опять веревки готовы к употреблению. В хозяйстве ничего не пропадает. Для этих же целей годился морской узел. Он легко развязывался, в отличие от питонного узла, который можно только разрубить. Когда он затянется, его просто развязать уже невозможно. Веревки просто разрубаются. Но зато и держат они очень крепко. В арсенале Алексея больше десятка узлов различных назначений. Среди них русский для спуска человека с высоты, рыбацкий огон для привязывания лодок, конкистор используется в спецподразделениях, «Бурлатская лямка». За такую веревку удобно браться нескольким людям. Современные приспособления сделали ненужными многие крестьянские навыки. Современная жизнь вытесняет, жизнь старая. Дед уже не был в живых. Отец мой, Федор Ильич, что-то мы тоже с ним делали. И он мне такой сказал во время перекура. Лежу я после работы отдыхаю, говорит, приходит ко мне дед. И говорит, Федор, что ж ты лежишь-то? У тебя же даже мочала в хозяйстве нету. Как ты будешь жить без мочала? А он ему говорит, пап, ну зачем нам мочала? Есть шпагат, есть веревка, есть цепь, есть изолент в конце концов. Вот, мочал-то зачем? Дед махнул рукой на него, говорит, эх ты, Федор, Федор, ничего ты в жизни не достигнешь с таким отношением к жизни. Для Алексея Федоровича, водителя по профессии, узлы давно превратились в хобби. Сельскому музею он передал в дар все свои образцы. Жаль, что с ними нельзя передать свое умение. А оно, как ни крути, более ценно и полезно, чем способность быстро нажимать на кнопки электронных гаджетов. Дмитрий Соколов, РВТВ.